Всем привет! Сегодня я решила записать для вас такое лёгкое прогулочное видео. Мы сегодня всей семьёй решили провести этот день вместе, потому что выходной, потому что у нас в Израиле большой праздник, День независимости. Годовщина Израиля, 74 года в стране. И традиционно все израильтяне в этот день гуляют с детьми, семьями, друзьями, встречаются где-то на пикниках. А мы решили осуществить давнюю мечту моего мужа и прокатиться на новом фуникулёре, который был построен в Хайфе не так давно. Ну, я долго противилась этой идее, я боюсь высоты и боюсь всех этих штук, летающих над пропастью. Но детям было интересно, и, конечно, деваться мне было некуда, не внизу же ждать. Приглашаю вас прогуляться с нами. Надеюсь, вам будет интересно. Сейчас все окажется, что в очереди нужно три часа стоять. Билетики по обычному Равкаву покупаются, проездной. Обычный проездной автобусы, вот им же можно оплатить и билеты на фуникулёр. Такой вид. А наша подъезжает. Боже, я первый раз на этом еду. Они закрываются? Может, надо сама закрыть? Не, может, давай закроем? Ну, закрой. Они закрываются сами. Где? Ром, закрой. Я не знаю, надо закрыть. Я в кнопке, чтобы закрыть. Видишь, они закрываются сами. У меня паника. Я понимаю, вот поэтому тебе их образование. Я схватилась за Элисея, чтобы он не выпал. Что так, пыль, страх? Весело. Для меня это американские горки. Боже, как высоко. Это, мама, это еще не высоко. Вон там дальше. Малыш, он сел рядом со мной, чтобы мне не было страстно. У нас лодки. Ты уже не боишься? С тобой уже нет, уже меньше. И ты сегодня получила, объясни? Блин, ты шатнулась. Малышка, ты хочешь в Ягстон тебе себя успокаивать? Давай. Ну, я шатаю. А кто будет Марина успокаивать? Марина, Марина. Он тебя успокаивает. Я не очень. Я за него держусь. Мне не очень страшно. Я представляю, как ты будешь меня, может, успокаивать. Мне еще страшнее станет. Ты будешь орать, мы все умрем. Я? Из нас поняту же только ты, Леви. Все будет хорошо. Слушай, ну, это место же еще очень давно тут, скорее. И все, кажется, что... И оно, и просто, скорее всего, держит. Потому что эти штуки здесь очень долго катались, искры, и все, просто достаточно твердо, и не порвутся. Давай. Не будем обсуждать эти подробности. Если говорить такие слова, как порвутся, и что-нибудь остальное, меня это как-то еще больше тревожит. Я начинаю это представлять. Я еще и в весне точно не надо. Маме говорить надо простыми вещами. Мы же скоро приедем. Это не навсегда. Это быстро едет. А ну, упай, и сейчас уже будем выходить. Вот такие. Как надо маму успокаивать? За кампус технику. Вау, ты посмотри, как красиво. Они же не так долго. Ой, тут что-то говорят. О чем там говорили? Да, приезжаешь. Почему же он так разгоняется каждый раз? Чтобы мы на месте не заслялись. Мы там за нами, что же нет рабочих. У тебя это не страшно. Я с тобой. А это, скорее всего, это общежитие технионские. Черман какой-то. Да, у тебя есть. Нифига себе, какой огромный технион. Ну да. Вот видишь, это все университет, где учатся люди после школы. Те, кто в школе хорошо учился, они потом учатся в таком вот красивом университете. Много интересных людей, друзей, много знаний. Также я слышу то, что когда люди в университете, они могут делать типа дискотеки. Это то, что для чего в университет идут. Да, это тоже. Очень много разных там тусовок, да. Ну, а я хочу попасть в университет по одной причине. Да, по какой? Ну, что там, типа вещи с экспериментами всякими и вот этим. Молодец. Вот попадай, только для того, чтобы попасть, надо учиться. И тогда ты сможешь свои эксперименты проводить, какие-нибудь технологии новые разрабатывать. И вещи. Тебя же к этому талант, что-нибудь изобретать. Да. Да. Ого, смотри, как высыпало. О, там какие-то раскопки. Это маленькое озеро, походу, какое-то. Это озеро какое-то. Это озеро какое-то. Мне кажется, это суббодат. А откуда оно здесь должно появляться? Ну, вот даже здесь. А, хотя если он там, смотри, как слил то, что идет. Ну, да, да, думаю, то, что там уходит. А у меня тут никакой дырки. А, нет, есть. Здесь трамка. Нет, фотографии делали вот на машине, на свалка машин. Ну, это не оно. А, все другое не видно. Ну, это да. Ну, мы узнаем, если. И чувака чуть не сбило камнем. Ну, мы тоже что-то хотели построить, но что-то не построили. Заготовку сделали. Благодарим. Мы доехали и решили зайти в каньон. Нельзя что-нибудь пожевать, попить. А тут же автобусная станция. И вход с автобусной станции, и вход в торговый центр есть. Мерлин, так мило, меня успокаивает всю дорогу. Мой мужчина. Мы договорились, что сегодня об играх мы не будем. Да, зайка? Охрана всегда на входе проверяет сумки. Поэтому у меня большая очередь. Иди сюда с нами, пожалуйста. Даже открыто. Да, такие запахи. О, наверное, мексиканская есть что-то. Вот эти всякие бурритос. Я Мерлину обещали Макдональдс. Но там очередь огромная. А я фанатка вот этих мексиканских штук. Обожаю. Люблю мексиканскую кухню. Давай так. Вот это твое, Мерлин. Это начинка. Это... Это... Это авокадо? Да, авокадо. Это кетчуп для чипса. Это... Я не знаю. Это либо твое, что ли, что ли, что ли, мое. Если нет, то есть твое внизу. Потом все, что-нибудь... Я свое просто не хочу, чтобы потом... Можно макать? Да. Убранника? Да. Вот у вас это грязи на эти отечественные. Так, есть чипсы. Здесь китье. И сейчас твое катастрофаном. И остальное земле. Вот так. У нас тут твоих три. Так, все, посмотри, где твоя... Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Так, мы приехали в ИНХОД и пытаемся понять, куда идти. А, вон какая-то тропинка. какой-то ступенчиком можно подняться на улицу походу вот это дерево гигантская красные и белые наверное люди живут гляньте какая красота кай клево да мэрилин ты видишь это сооружение справа туда наверно зайти можно внутрь я думаю он и для того здесь и стоит мэрилин 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 ты закрыл я же говорила закрыто все будет конец А, нет. А, да. Не, я говорила, что в субботу будет закрыто. Вот на простых картоночках произведение искусства. Я от своих отделилась, забрела куда-то. О, такие дворики интересные. Даже если случайно нашел, поможет. Вообще-то это я нашла. Я про стрелку, но там фитяка. И тут лягушка. Там фитяк. А папа говорил, будет не интересно. Хорошо, что мы папу не спрашиваем. Ха-ха-ха-ха. Тут тупик, короче. Пошли там назад. Да, идем назад. А мне нравится дворики снимать. Что? А это? Ну, понятно же. Это тоже очевидно. Нет, очевидно. Только что-то сделалось. Как шахматый. Ну, это шахматый. Деревня, как большая выставка. Любимое, это творчество. Я бы тут жила. Я бы жила. Деревня, чем город. Да. Обычный МТ. Потому что они все на Кенера цвалили сейчас. Какое белье сушится у художников. О чем-то. Дай Бог, чтоб они стирали. Художники стирают белье краской. Да. Потому что у них ничего нет, кроме красок и кисточки. Да. Очень вкусно. Очень вкусно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok